27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Это день открытых дверей в любой точке мира. День туризма – международный праздник, учреждённый Генеральной Ассамблеей Всемирной Туристской Организации в 1979 году в испанском городе Торре-Малинос. В России он отмечается с 1983 года. День 27 сентября приурочен к концу туристического сезона в Северном полушарии и к его открытию в Южном полушарии. Ежегодно избирается девиз праздника, который задаёт тему мероприятий, разворачивающихся в этот день. У Всемирного дня туриста есть даже свой официальный цвет – синий. Он повторяется в оформлении праздничных мероприятий. Пожалуй, нет ни одного человека на Земле, который бы не любил путешествовать по свету. Туризмом в мире занимаются десятки миллионов людей. И это не обязательно люди с рюкзаками, ночующие в палатках на лоне природы. Существуют десятки видов туризма. И к наиболее распространённым можно отнести следующие. Рекреационный туризм – это самый популярный вид туризма в мире. Отдых на курортах, на море, под солнцем, в окружении пальм. Он универсален и подходит для любого человека. На отдых отправляются семьи с детьми, молодожёны, люди в возрасте. Культурно-исторический туризм. Путешественники стремятся расширить свой кругозор, познакомиться с национальной культурой стран и городов, куда они направляются, с историческими и архитектурными памятниками, музеями, изучая местный язык, традиции коренного населения. Лечебно-оздоровительный туризм. Основной целью путешественников здесь выступает укрепление здоровья, посещение морских курортов, санатории и профилакториев, природных лечебных источников. Спортивный и экстремальный туризм. Эти разновидности самые пёстрые. Их подразделяют на множество категорий. Весь спортивный туризм делят на пассивный, это те, кто наблюдает за спортивными событиями, и активный, кто сам участвует в каком-то соревновании. Интересен тот факт, что представители спортивного и экстремального туризма остальных путешественников туристами даже и не считают. Что такое событийный туризм? Всё просто. Есть такие события, пропустить которые некоторые считают недопустимым. Это могут быть известные фестивали, карнавалы, праздники или какие-то природные явления, например, цветение тюльпанов или лотоса, солнечное затмение и даже парад планет. Деловой туризм. Предприниматели тоже любят путешествовать, но предпочитают извлекать профессиональную выгоду, получить новые знания, провести переговоры, презентовать свой продукт. Экотуризм часто путают с сельским или фермерским. Ярким признаком экотуризма выступает то, что турист должен совершать любые полезные для окружающей среды действия. Уборка мусора, очистка ручьёв и берегов рек, устранение последствий аварий, спасение животных. Есть такие направления туризма, которые в настоящее время пользуются повышенным интересом и привлекают всё больше путешественников. А всего лишь несколько десятилетий назад спрос на них был минимальным. Космический туризм – наиболее перспективный вид туризма, о его широком внедрении уже много говорят. Стоимость билета, правда, составляет свыше 100 тысяч долларов и требуется отменное здоровье. Но зато это отличный вариант для тех, кто мечтал стать космонавтом. Ещё одно перспективное направление – это гастрономический туризм. Путешествие в страны мира с целью посетить множество ресторанов, пробуя блюда национальной кухни и оценивая напитки и деликатесы. Существуют нетрадиционные виды туризма, которые распространены не очень широко, но имеют своих поклонников. Городской туризм – необычный вид туризма, при котором путешественники осматривают старые разрушенные заводы, катакомбы, подземки метро и другие рукотворные и мрачные сооружения. Военный туризм – это когда путешественник отправляется в район военных действий. Несмотря на то, что такие путешествия похожи на самоубийство, они все же востребованы среди экстремалов и любителей приключений. Виртуальный туризм – это совсем новый вид туризма, осмотр достопримечательностей с помощью компьютера. Такое путешествие, конечно, не позволяет получить настоящих эмоций, но является интересным и познавательным. И самое главное – бесплатным. Литература о туризме и путешествиях очень разнообразна. От научно-популярных изданий и путеводителей до художественных произведений. Сложно представить себе путешествие без книги. Отправляясь в дорогу, непременно захватите с собой любимые книги, интересные как для туристов, так и для тех, кто желает путешествовать, не покидая собственного дивана. В серии книг «За границей без вранья» авторы рассказывают все самое интересное о странах и регионах от первого лица. Чем на самом деле живут жители разных стран? Что думают об остальном мире и что из бесконечного количества мифов об этих странах правда, а что выдумка? В серию входит 19 книг. Читая эти издания, можно даже сидя безвылазно дома путешествовать по миру и составить представление о той или иной стране. Путешествуйте и читайте книги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...